Многие ждали отдельные ролики по всем сяомишным часам, которые у меня есть Это те же самые GTS, это Mi Watch, это T-Rex Хотя T-Rex мы достаточно хорошенько, скажем так, обозрели, да, распаковали Но я решил собрать это всё в одну кучу И так, значит, у нас сегодня будет пятеро часов И давайте сразу оговоримся, что вот в этих всех смарт-часах, да У нас есть общее, скажем так В них во всех есть счётчик калорий, счётчик шагов Счётчик пройденного расстояния, пульсометр, уведомления из приложений и звонках Также есть сменные watch face, они же циферблаты и встроенный GPS Во всех них есть И также во всех них нет у нас чего? Нет возможности установить ни SD-карту, ни симку То есть есть у одних возможность установки eSIM, но пока это такие педали, что будь здоров Нет никаких встроенных камер здесь и нет бесконтактной оплаты Точнее у одних есть, но только в Китае Давайте разбираться чё да как Сравним, скажем так, между собой и вы уже сами поймёте, чё вам надо Итак, начнём мы с Amazfit Bip Это мои первые часы от Xiaomi, точнее от Amazfit, да, то есть они как бы пересекаются между собой И эти часики мне казались прям вот классными И мне кажется это одно из лучших бюджетных решений фитнес-часов, скажем так, да Они тоненькие, они стильные За время использования, а это два года, вот посмотрите, с ними ничего не произошло Они у меня не покоцались, не побились, то есть всё шикарно Немножко олеофобное покрытие ушло Единственное, что из коробки у меня кончился, значит, мой ремешок Он действительно стёрся просто в хлам И мне пришлось заказывать вот за 150 или 100 рублей Вот такие вот, значит, ремешочки Там несколько было, я вот красный себе взял Окей, значит, чё по аккумулятору? Со временем они, конечно же, чуть просели за два года Но изначально из коробки они держат ориентировочно 30 дней 40 примерно, в зависимости от сюжета, как вы их будете использовать Кто-то там даже в комментах писал, вытягивал 60 дней Это круто, серьёзно, то есть два месяца, скорее всего, просто как часами, да, пользовались Опять-таки, на вот эти часики будет ссылка в описании на полноценный обзор Спустя определённое время Здесь мы их, как говорится, просто сравниваем, да Здесь у нас стоит трансрефлективная матрица То есть, чем больше света на неё попадает, тем, скажем так, ярче становится та информация, которая отображается на этом экране Если у нас темно, там, собственно, активизируется внутренняя подсветка, которая показывает нам инфу, да Ну то есть, здесь такой сносненький, но за счёт этого экрана у нас очень хорошая здесь, значит, автономность Как я уже сказал, ничего, ни звонки нельзя делать А возможности кастомизации десктопа здесь тоже нет То есть, здесь только WatchFace Их огромное количество просто напилили И, собственно, можете поставить любой Это, кстати, не стандартный WatchFace у меня здесь стоит Через то же приложение, по-моему, называется оно WatchFace Можете спокойно себе поставить, сюда любой скачать Это всё делается очень легко Есть секундомер, есть таймеры Но, здесь очень такая, скажем так, особенность Если ты ставишь таймер или секундомер, у тебя попросту эти часы не работают как часы Серьёзно, то есть, ты включил таймер, всё, как часами ты ими не пользуешься Пока ты не остановишь их, они будут тебе только тикать секундомер и таймер Это, кстати, в многих часах Xiaomi Почему так сделано? Ну да ладно, то есть, вот такой вот минус В целом, это самые долгоиграющие часы от Xiaomi И, в принципе, по соотношению цена-качество Они классные Тоненькие, стильные, элегантные Есть разные цвета, собственно, девушкам и парням это всё дело зайдёт И для спорта очень даже ничегошные такие они Кто-то говорил, что, блин, они боятся воды и тому подобное Ребят, я даже в них в баню ходил Вот серьёзно! И у меня они спокойно, как скажем так, выжили До сих пор работают У кого-то там экраны отклеивались Это, скорее всего, процент брака Но я считаю, что вот эти часики за три с половиной Кто-то там по скидкам изли две с половиной тысячи их находил Это топ за свои бабки По любасу Далее часики GTS Это те самые часы, на которые вы ждали обзор Но я собрать решил всё это до кучи И показать вам, скажем так, разницу между всеми часами, да? Посмотрите Они вот многих кличили бипами вторыми Но бипы вторые, скорее всего, скоро выйдут, да? Вот так вот они выглядят И посмотрите, какой у них экран То есть здесь уже не транс рефлективка Здесь у нас амоледовская, значит, матрица И вот я вам что хочу сказать Многие писали, что они притормаживают Ну что вы хотите? Вы хотите как в мивочах, да? О которых мы чуточку попозже поговорим, да? Здесь нормальный экран Он очень хорошо виден на солнце То есть я не знаю, кто-то говорит, что Ой, блин, всё-таки рефлективка будет лучше Возможно! Но я никаких вообще косяков не увидел на этой матрице То есть часы работают ориентировочно 14-18 часов, если мы не включаем режим Always On Display Если вы его врубите Ребята, у вас просто аккумуляет за 4 дня Это просто пипец, он высаживает Я думал, это такая прикольная функция Но они работают тогда примерно как те же самые стратосы И вот у стратосов это 4 дня 5 потолок просто, да? То есть работы без Always On Display Здесь, там его нет Always On Display И, собственно, они работают 5-4 дня Если не включая, 18 дней, я думаю, можно из них выжать Экран, как вы уже поняли, он здесь намного сочнее Ярче, красивше, да? То есть, ну прям классный И самое офигенное отличие от многих этих часов Это кастомизация Watch Face То есть вы можете спокойно здесь выставить Калории, ЧСС, ЧСВ можешь выставить, да? Батареи показывать, да? Количество шагов То есть температуру Все что угодно вы можете Управление музыкой, да? Будильник То есть у вас возможность есть управление десктопом Уведомления, ваша физическая активность Там пульс, там подобное Погода тут, а там... Короче, влажность относительная То есть здесь можно реально кастомизировать Watch Face Можете выбирать, скажем так, несколько их И можете из приложения тоже, скажем так, закачивать То есть здесь уже, я считаю, лучше сделано Чем во всех часах, которые лежат на столе Именно рабочие столы То есть не так, что вот здесь ты просто можешь их местами поменять Нет, здесь ты можешь на рабочем столе поставить то, что тебе нужно И это, я считаю, классно Также в этих часах есть барометр, как и в бипах Но эти часики могут считать грибки Если ты пловец, тебе это дело зайдёт Я забыл совсем сказать, когда рассказывал про бипы Показать, скажем так, вам зарядную станцию Да, то есть в принципе она громоздкая Пипец, посмотрите какая она в GTS Когда вот, пожалуйста, она маленькая, компактная Она не занимает места, но здесь она всё равно будет Вот посмотрите, не держится То здесь вы можете вращать как прощой Они никуда не уйдут Но, в принципе, может быть это излишняя фиксация, но она есть И посмотрите в бипах, какие они большие То есть для людей, как вот, например, я с гастролями, да Либо вы там с командировками Вот я, например, когда еду симфонически с оркестром на гастроли Я вот эти часы брал И я даже не знал, что такое зарядка Реально, мы больше 40 дней не путешествуем А эти часики мне спокойно гастроли выдержали С этими же, скорее всего, придётся брать Потому что 20-18 дней в режиме использования они будут у меня работать Ну вот магнит, возможно, кому-то окей Но мне кажется, магнитик здесь послабее будет Но это опять же вкусовщина Так же в этих часах есть управление музыкой Но оно здесь не с самих часов, а лишь по подключению по блютузу к смартфону То есть в сами часы вы ничего не сможете закачать И подключить там какие-то, не знаю, наушники Как это реализовано в тех же самых стратосах Здесь есть своя память Здесь её нет, здесь watchfaces зато куча То есть ты можешь заливать, обзалейся себе Но есть ещё один момент, который я уже говорил в бипах То есть возможности, многозадачности здесь нет То есть опять-таки, сколько ты включаешь таймер либо секундомер Всё! Часами ты не можешь пользоваться То есть встроенной памяти нет Часами не можешь пользоваться NFC нет, забудьте То есть, ну как бы это чуть улучшенная версия бипов Но только стоят они 8600-9000 Стоят и переплачивать, решайте сами Ну то есть они такие симпатёвые Далее идут часики примерно в той же самой ценовой категории Это Тирексы так называемые И скорее всего вы видели Распаковку и краш-тест этих самых часиков Они в принципе прошли этот краш-тест и нормально И это по сути дела Вот тоже самое внутри что и GTS По сути дела То есть немножко другая, скажем так, оболочка внутри Но все те же минусы, которые я вам назвал, они и здесь есть То есть я не понимаю блогеров, которые облизывают и обсасывают вот эти часы Засирая Тирексы То есть, как бы здесь такой же хороший, сочный экран Да, здесь немного вотчфейсов Но это только они, как говорится, появились Я думаю в дальнейшем, как это было с теми же бипами Всё это дело накидают сюда И будет огромное количество этих вотчфейсов То есть я вот хожу сейчас с этими Они визуально очень похожи на G-Shock'и, да? Я видел, что кто-то ванил насчёт выпирающего, значит, пульсометра Ребят, я вам хочу показать Вот опять-таки те, кто обсасывает вот эти смарт-часы, да, Mi Watch Вот скажите, пожалуйста, где больше выпирает, а? Или вот здесь всё-таки, да, будет выпирать? Да точно так же выпирает и как на GTS'ах Вот серьёзно, я не понимаю вот этих блогеров, которые говорят, что Ой, GTS прям супер-пупер офигенные часы, а вот это херня Бля, они одинаково стоят У них одинаково сочный экран У них, да, у этих есть кастомизация рабочих столов, у этих нет Да, здесь нет eSIM, так и здесь мне нет eSIM То есть получается, здесь нет многозадачности и здесь нет многозадачности Здесь нет eSIM-карты и здесь нет eSIM-карты и здесь невозможно платить nfc и здесь невозможно платить nfc Ты чё? Здесь, блин, даже вот-вот-вот серьёзно, насколько одинаково всё, что даже зарядка одинаковая подходит Вот один в один, то есть просто немножко внутри отличается ОС, то есть оболочка, да, ось вот здесь И они визуально отличаются, то есть эти более плотные Здесь чуть больше держат аккумулятор, то есть побольше, чем этих, ну и посмотрите на них, да И они более бронированные Я бы вот так, как швырял вот эти, да, стирал там пенал по камням и швырял в лужи Вот с этими, мне кажется, было бы чутка похуже И здесь и здесь везде во всех смарт-часах сяоми установлены горилла глаз третьего поколения Поэтому, ещё раз повторяюсь, ребята, я не понимаю мнение относительно вот этих часов, когда мне говорят Что, ну вот GTS всё-таки же лучше, чем T-Rex? Чем? Все те же косяки, что здесь вы можете перечислить, они есть и здесь, я уже об этом сказал ранее То есть, в принципе, вы выбираете только внешку вот здесь и немного, скажем так, различий Тут того же таймера, опять же говорю, включил таймер, всё, часы забудьте, да, то есть, ну здесь, блин, чуть дольше они работают Все вот эти часы, они, все, вот вам будет открытие Едешь за рулём, помнишь, мы ехали из ЮГОВ, я, сидя за рулём, проехал полторы тысячи километров, и я прошёл 15 тысяч шагов Сидя, за рулём, и все они считают, все они с воздуха считают, все они с туалетной бумаги считают Поэтому это не медицинские, скажем так, устройства, да, то есть, они все будут иметь погрешность Поэтому все эти спортивные вот эти фишечки, да, на такое себе дело, да Отличаются только лишь они стратосы, они чуть на голову выше, но там тоже свои минусы есть И давайте, собственно, перейдём к стратосам Стратосы, естественно, они подороже будут Они от 10 тысяч, если вам повезёт, да, там 9,5 до 12-13 тысяч Я видел разлёт цен, ну то есть, в принципе, я-то их покупал дороже, сейчас они чуть подешевле Здесь та же самая трансрефлективная матрица, что и в бипах, да, то есть, экран здесь похуже И, понятное дело, он, если бы стоял здесь какой-нибудь амулет, они бы, блин, просто улетали бы за сутки, за двое У них максимальная автономность 5 дней 4, 5 это максималка, он высадит 7 дней, возможно, вы вытянете, если вы просто как часами ими будете пользоваться Но, отличие вот от этих смарт-часов, у стратосов есть своя память По-моему, 4 гига, если я не ошибаюсь, есть памяти свои Куда вы можете залить треки какие-то, подключить сюда спокойно блютуз-наушники И без смартфона пойти на пробежку, бегая там, считая пульс, все дела И слушать музыку отсюда Плюс, это единственные часы среди тех, что на столе, которые можно подключить на грудный датчик Для более точной, скажем так, высчета данных вашего пульса Все, в принципе, точно так же они и по воздуху, да, там меряют и тому подобное Вотчфейсы, здесь их просто валом Их можно как АПКшки заливать через USB, там можно скачивать на счет USB Сюда, в принципе, можно заливать различные, опять же, всякие виджеты и тому подобное Я более подробно рассказывал, будет ссылка в описании под этим видео Сравнение, кстати, с бипами и более прям точный, скажем так, обзор вот этих часов Отличие, вот я вам говорю, что вот это самые такие Они более качественные, из более качественного материала сделаны Эти часы, кстати, как и эти Ими можно пользоваться, не прикасаясь к сенсору То есть клавишами вы можете наруливать, не прикасаясь к экрану Это дико удобно, когда, если у вас руки моквые, грязные, потные и тому подобное Вы можете, вот здесь, на корпусными клавишами, все это дело наруливать С GTS'ами шиш не получится Или бипы тоже не получится То есть только стратосы и тирексы, с ними можно спокойно, физическими клавишами, здесь, ну, наруливать движение по меню И опять-таки, здесь отличие, здесь своя ось у них стоит И здесь есть многозадачность Вуаля! То есть ты можешь поставить таймер, поставить секундомер, свернуть нафиг и пользоваться как часами Ни в одних из этих этого нет То есть, если ты врубаешь таймер, все забудь, это не часы, это, сука, таймер А здесь, реально, как смарт-часы Включаешь таймер, бам, свернул, дальше можешь что-то делать И я считаю, что вот этим часам, вот, 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 вот Они бы были идеальными, если у них был бы не транс-рефлективный экран На данный момент, да, возможно, там стратосы 3 имеют Хотя, сомневаюсь, да Вот этот подбородок немножко, вот, калит Ну это, ладно, фиг бы с ним, здесь, скажем так, датчики освещенности и тому подобное находятся И имба автономность, ну серьёзно И вот эти 4 дня, конечно, это много больше, чем Apple Watch, там, вот это всё, да 1 или 2 дня, там, они максимум работают Эти, да, 4, отработают спокойно Но, когда ты поедешь, скажем так, на гастроли Ты-то, может, не поедешь, а я поеду То тебе придётся с собой брать вот эту самую зарядку Она тоже не особо компактная Зато смотрите, как она офигенно держит в отличие от магнитных Я могу вращать, как угодно Это действительно хорошо Вот это, я считаю, классно Кто-то говорит, магнитные лучше Ради бога, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные Но мне кажется, вот такое прочное крепление намного лучше Почему? Потому что в той же самой поездке Где-то ты их поспокойно сюда уместил Подключил к пауэрбанке и кинул В рюкзаке, в сумке где-то Если вот эти смарт-часы будут вот так, как я вам сказал, да, использоваться То в рюкзаке всё, они улетят Эти хоть тряси обтрясись, я ещё раз повторяю Здесь это лучше То есть Они, видать, знали, что 4-5 дней работы Значит нужно всё-таки хорошенько крепить Потому что в поездке ты будешь всё это дело, скажем так, заряжать Ну и погнали! Последние смарт-часики Mi Watch 200 баксов я отдал за эти часы И прям пожалел, серьёзно Я вам категорически не советую покупать эти часы На данный момент, то есть на момент выпуска этого ролика Сейчас я вам объясню почему Здесь из коробки будет работать самый минимум По одной простой причине, что данные часики ориентированы на китайский рынок И здесь даже будет, посмотрите, да, китайский язык Здесь ни слова не будет по-русски И по-английски, нет, по-английски можно, но только если вы переводите свой смартфон на английский Если вы возвращаете на русский, у вас, как говорится, Синьхунпао, добрый день, китайский Да, то есть Они иногда подлагивают Тот, кто вам скажет, что, блин, они не лагучи Есть у них, есть у них лагучка И они всё равно, бывает, иногда подтормаживают Здесь нет возможности платить NFC То есть, заявлено Понятное дело Сейчас глобалки нет И это возможность только для китайского рынка, да Здесь нет возможности засунуть сюда какую-то сим-карту Здесь есть eSIM В РФ это ещё очень слабо развито Прям вообще никак, да То есть, по-моему, Теледва там или кто там делает Здесь это дело завести, да и, блин, идти с китайским языком в отдел Теледва Прикиньте, вы приходите в офис и говорите Здравствуйте А вот можете поставить Он говорит Оооо, Синьхунпао, я не понимать То есть, тут просто писец иероглифы И вам вряд ли кто-то что-то сделает Приходят уведомления, вот смотрите мне Где посылка, всё То есть, отображаются уведомляхи на русском языке почему-то Да, ну то есть, самого русского языка нет Это говорит нам о том, что здесь глобалка отсутствует И это только под китайский рынок Ответить вы можете на сообщения какие-то там, да, в мессенджерах Но только на китайском, опять же Либо, если вы перевели на английский, на английском Русские клавиатуры, кто-то там закачивал, у меня ничего не вышло Далее, есть свои 8 гигабайт, значит, под медиа данные Сюда можно залить какую-то музыку Можно, можно, но потом Сейчас нет, потому что, опять-таки, это не глобалка И выходит так, что здесь вот из всех фишек это классно сделано А, можно звонить? Звонить, да, можно Но только по блютусу Есим, естественно, я не смог всё это дело сделать По блютусу подключив к смартфону В принципе, клёво, за рулём едешь, можешь ответить Там, ну, тоже такой себе динамик здесь слабенький Хороший, сочный экран Автономности у них 2 дня, но это предел, всё То есть, максимум 2 дня Если вы будете хорошо их юзать, день Короче, те же самые Apple Watch, но только для, значит, бомжей Хотя, какой нафиг, блин, 200 баксов это нормально За 200 долларов можешь сейчас Mi Watch купить Ой, Mi Watch это, Apple Watch, да? Которые, то есть, они для глобального рынка делаются Здесь всё-таки, нет Обозревать их смысла не вижу То есть, когда уже появится какая-то прошивка Я уже покажу все фишки и возможности, которые будут в конце концов работать Сейчас же это просто Красивенький, с AMOLED дисплеем, кирпичик Да, ну и то есть Забыл показать, да То есть здесь ещё есть вот заряд Опять-таки О! Магнитная Вот о чём я говорю То есть, всё равно оно слабенько держится В стратосах и в бипах мне больше нравится это Вот так вот они Мне не нравится ещё то, что они на руке сидят Ну посмотрите, блин, они выпирают Прям хорошенько у них вот пульсометр здесь на руке торчит Ещё раз говорю, что когда говорят Вот кирекс так слишком сильно выпирает пульсометр Бляха-моха, взгляньте на сколько сильно выпирает он в Mi Watch И тогда все вопросы отпадут Да, то есть я опять же не понимаю вот эти вот Предвзятые отношения к Xiaomi Ладно, это всё вкусовщина В общем Сейчас их хейтить смысла вообще нет никакого Потому что нужно ждать глобалку Как обещали Xiaomi в апреле выкатят глобалку Возможно их можно будет прошить и всё это дело заработает Пока Пока это просто красивенький кирпичик от Xiaomi Который вы будете на руках носить и смотреть время Да, кстати, до 15% когда они разряжаются Они показывают только время То есть они переходят в режим просто тупо часов А по-моему при 5% они вообще уходят в шатдаун такой И только время показывают Невозможно ничего, скажем так, сделать в этих часах Но опять же 2 дня автономности В Watch Face их там просто шуба-дуба, валом Но эти бы часы я сейчас не рекомендовал покупать Да, в принципе, подумаю потом, скажем так Пока вот эти часы визуально как-то менее нравятся Мне вот, я же говорю ещё раз Вот T-Rex я с ними как ходил, так и буду ходить Независимо от того, что кто бы там чё мне не писал Я помню, мне прям подписчики чё-то очень яро в один день как начали лупить Я говорю, ребят, откройте глаза, да посмотрите, сами сравните Вы где-то чё-то услышали, где-то чё-то увидели, а у самих как говорится Нет, да, своё мнение Я удивляюсь и поражаюсь, что постоянно Зрителю нужен какой-то лидер мнений Возьмите информацию там, тут Сопоставьте, посмотрите, прикиньте Почему всегда кто-то, услышав кого-то Начинает сразу бежать и доказывать Допустим, мне, либо ещё какому-то блогеру Вы не мне доказывайте, мне вообще плевать У меня есть всё, то, что я это покупал Вы хотите выбрать, поэтому выбирайте то, что вам понравилось Да, допустим, вот то, что я сегодня вам показал Опять-таки напоминаю, если вы хотите более точно увидеть Относительно тех же бипов и стратосов Я, собственно, скинул ссылку на видосики с ними С более, скажем так, подробным обзором Как-то так Вот серьёзно, из того, что я вам показал Стратосы, ну, GTS, окей Вот так Я имею в виду за свою цену топ Эти прикольные, но было бы классно, если б они рублей 5-6 стоили Али GTS, имею в виду В принципе, большинство функций выполняет И то же самое Mi Band 4 Серьёзно Как-то так Что думаешь ты относительно данных часиков Пиши в комментариях под этим видео Пока! Ааа, я только у тебя числа за 1, 2, 3, 4, 5 А вот я первый, да? Слушай! Надо какую-то мне дать Вот такая выбирай Кот А чё так? Не надо Надо, да А чё ты это не выбрал, а? Набирай вот эти, а вот эти отдай мне Тирексу Тирексу, дай сюда! Надо, давай тогда по другому Давай мне вот эти все Я их пойду задарываешь, а? И такие же мне Тирексу, а? Ага, я тебе создал её, знаешь чё? И нет! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова